Слава Иисусу! Когда-то я так, наверное, привык, я с детства воспитывался в христианской семье, в семье верующих родителей, я все время говорил, даже еще до войны, еще до 13-го года, слава Иисусу, и мне все говорили, ты что, националист, ты что, бендеровец? Нас не привыкли, наверное, так, где я живу, таким приветствием, но я думаю, когда мы в церкви, когда мы в общении детей Божьих, то нам приятно, когда мы говорим, воздаем славу Богу, витаем друг друга словами Божьего приветствия, и пусть Господь благосковит нас. Мне очень приятно всегда приезжать в Васильково, иметь общение уже с моими родными, друзьями, с вами, и для меня всегда большая честь за то внимание, которое вы оказываете мне, доверяете мне, чтобы я мог стоять на этом месте и делиться с вами Божьим словом. Благодарю, пусть Бог благосковит. Хочу также, уже я вижу, рождественские орнаменты, украшения, наперед поздравить уже с наступающими рождественниками, новогодними святами, не праздниками, святами. Праздно мы уже жили, но будем радоваться тому, что Иисус родился, тому, что Иисус пришел в нашу жизнь, в наши сердца, в наши судьбы и принес свою благую, добрую весть. И пусть та радость, которую возвестили пастухи ученикам, это чтобы каждый из нас пережил его славу в своей жизни, его драгоценный мир, в котором мы сегодня, я думаю, каждый нуждаются, и чтобы каждый познал, в чем лично для каждого из вас, его добрая, благая воля, его намерение в нашей жизни. Пусть Бог благословит. Выбой, что я за мой русский, но я тренируюсь. Дома почувствую, мы стараемся. Телефон настроил на украинскую мову, и дома стараемся там общаться, но есть небольшие прорывы и успехи. Так что... Хорошо. Хочу прочитать третья книга «Царств» с девятнадцатой главы, с первого стиха. И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца Ильи сказать, «Пусть то и то сделают мне Боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то, того, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он, Илья, встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел к пустыне на день пути, придя, сел под можжевелым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольны уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Когда мы, для того, чтобы понять эту историю, вернемся немножко к контексту, выше 18 главу, мы можем увидеть вот эти такие триумфальные, такие, наверное, кульминационные события в служении жизни Ильи. Когда, я вкратце просто скажу, мы многие помним, наверное, кто читает Библию, все знают, когда Илья позвал пророков Ваала, когда Илья зазвал жителей того города, на гору кормил и говорит, «Сколько вы будете еще хромать на оке бокалена? Сколько вы будете еще служить Ваалом, поклоняться и отступать от Бога, и забывать Бога своего?» И Илья предложил, чтобы пророки Ваала соорудили свой жертвенник. Он, как мы читаем, восстановил, не построил свой, восстановил разрушенный Божий жертвенник, на котором когда-то, долгое время назад, проводили жертвоприношения. И пророки Ваала совершали свои обряды, там резали себя, кричали, «Ваал, услышь нас, помоги!» «Ваал, ну где ты, ты мог быть?» Илья им говорит, «Может, он спит, он далеко забыл, занять чем-то». И мы помним, да, вот эту простую молитву Ильи, когда он говорит, «Господи, я сделал все по слову Твоему, и пусть сейчас, в это время, Твой народ увидит, кто есть Бог, что Ты есть единственный Бог, и нет другого». И мы читаем, когда Бог посредством огня послал огонь, поглотил жертву, воду, которая была в орве, и тогда весь народ начал кричать, «Господь из Бог!» «Господь из Бог!» Начал поклоняться Богу. И за этим всем наблюдал Ахав, царь израильский. И вот Ахав приезжает домой, такой, наверное, такой, вообще очень такой странный человек, как по мне этот Ахав, вроде бы царь, казалось бы, у тебя власть, у тебя авторитет, у тебя влияние. Но помните эту историю? Сидит расстроенный, такой печальный, наверное, плачет. Жена ему говорит, а у него была негодная жена, Изавель говорит, «Что случилось?» «Да вот у него есть виноградник, мне он так нравится, а он мне не дает. Да царь ты или не царь, завтра будет тебе виноградник, иди ешь, спи и живи спокойно». Вместо того, чтобы прийти и сказать, «Изавель, все, достаточно, Бог показал, кто есть Бог, будем служить Господу». Он начал рассказать, «Ты представляешь, было то, то, Илья, вот это, пророки твои там то делали, а Илья так просто пришел, помолился, и Бог ответил. И вдруг, Изавель, я так понимаю, пришла в бешенство, пришла в ярость, пришла в гнев такой, и говорит, такое послание передает Илье, что, «Если я не сделаю с тобой то, что ты сделал с каждым из этих пророков, пусть то и то мне сделают». Начало на себя там проклятие, говорить всякое, пусть Бог и мне мои то сделает, то сделает. И когда мы посмотрим на все эти события, вдруг Илья содрогнулся, испугался. Знаете, очень легко славить Бога, когда ты видишь славу Божию, когда ты видишь Божию поддержку, когда все получается, когда ты на горе, когда ты достигаешь каких-то результатов. Очень легко. Очень легко славить Бога, когда здоровье хорошее, благодарить Бога за здоровье хорошее. Очень легко, когда есть работа, финансы, говорить, «Господи, ты меня благословляешь, так здорово, так хорошо жертвовать, помогать». Очень хорошо, когда есть семья, друзья. А когда предают, когда отвергают, когда мы теряем, когда мы лишаемся, когда что-то пошли в больницу, говорят, что-то нехорошее. Что в этот момент происходит с нами? Что в этот момент приходит в наш разум, в нашу голову? Вы замечали такие моменты, что в этот момент мы подобно Ильи начинаем что только не говорить. Бог меня не любит, я Бог меня не слышит, я никому не нужен, на меня никто внимания не обращает, у всех все хорошо, а у меня как всегда. И самое такое, как Илья. Вчера он торжествовал, вчера он был в фаворе, а вдруг сегодня говорит, «Господи, я хочу умереть, все, надоело, не хочу, не буду». Когда мы слышим иногда такую информацию, когда страх приходит в нашу жизнь, когда одно из таких средств, через которые дьявол пытается как-то манипулировать, давить, угнетать нами, это страх, очень сильная штука. Опускаются руки, приходят всякие мысли, какие-то даже действия иногда глупые, необдуманные мы делаем, потом мы сожалеем, осознаем и понимаем, зачем я это говорил, зачем я это делал, зачем я это высказал, может быть, куда-то поехал. Но в этот момент очень важно понимать, что в этот момент делает Бог со своей стороны. Когда там, знаете, почему я как бы подвожу к этому, когда приходит страх, мы читаем, Илья убегает, боится, смерти себе просит, потому что ему кажется, Бог его не слышит, уже его дело закончено, ему уже делать нечего. Почему? Допускает всякие мысли, допускает вот это, вернее, то давление, которое приходит извне. Я помню, у меня такой есть нехороший опыт, вернее, опыт, который меня многому научил. Когда-то еще, наверное, в 98-м году не было телефона, не было интернета, не было... Я жил тогда один, холостяком, был на квартире. Только переехал в квартиру, у меня не было ни телевизора, ни магнитофона, ну вообще дома ничего, был только стационарный телефон, и все, и пустые стены. Мне было скучно, и мне мой родственник, племянник, дал такую толстую книгу в медицинской энциклопедии. Ну, я начал ее читать, на ночь глядя, знаете, вот сейчас мы в интернете, на ночь, да, можем что-то почитать, послушать, даже если что-то не так, ну, это же правильная книга. И когда я начал читать про болячки, я заметил все симптомы, которые были разных болезней, я начал их ощущать на себе. Знаете, я тогда лежу и думаю, одна болячка, ходячая болезнь. Все, что я не прочитал, болезнь. И то у меня больной, и то у меня больной, и то хронически, и то патологически, и все. И я поймал себя на мысли, насколько я пришел в такой страх, насколько я пришел в такое, знаете, осознанное такое состояние, когда мне было просто страшно. Я, эта ночь, мне казалось, самая длинная ночь, наверное, в моей жизни. Я не знал, как дотянуть до утра, и мне так стало страшно. Я закрыл эту книгу, отложил ее в сторону, на второй день я вообще ее отдал, куда, хозяину. И, вы знаете, потом, как бы, анализируем, придя, как бы, в такую здравость, размышления, я понял, что я все же здоров. Я увидел, что я хожу, как ходил, я работаю, как работал, я как был здоров, как было у меня все в порядке. Но, вот это всего лишь информация, которую я прочитал. Книга, которую мне не надо было читать. Я не врач. Это для врачей было написано книга. Но я принял ее к себе, и я понял, что все, что там было написано, было для меня. И для меня это был хороший урок. Какая-то мысль, какая-то прочитанная информация, как много может повредить, изменить и принести страха, переживаний, мучений, томлений в моем сердце, в моем разуме. И мы хорошо знаем, когда, я думаю, каждый из нас, когда я сейчас буду говорить, видит себя, либо видел себя в состоянии Ильи, когда вчера было все хорошо, когда вчера радовались, смеялись, когда все было классно. А сегодня разбитые, потерянные, руки опускаются, и не знают, что делать, куда идти. И мы очень часто слышим наставления, назидания, что нам делать в этот момент. Да, мы знаем, когда нам говорят, оставайся в вере, читай Библию, молись, будь твердым, будь смелым, Бог на твоей стороне, Бог с тобой. Мы это слышим часто. Но многие из нас задавались вопросом, «А что Бог делает в этот момент?» Я знаю, что мне нужно делать со своей стороны, но есть другая сторона, что Бог со своей стороны в этот момент делает, когда я прохожу какое-то испытание, когда я прохожу какую-то пустыню, когда я прохожу какие-то трудности, возможно, даже и реально какая-то болезнь, какая-то утрата, какое-то предательство, отвержение, потеря чего-то того, что для меня важно, ценно. И буквально таких пять пунктов, с которыми я хотел бы с вами поделиться. Первое – это то, что Бог видит всегда тебя. Именно когда мы читаем книгу «Бытие», 16 глава, там есть история про Агарь, служанка Сарына. Именно в пустыне ожидают тоже смерти, находясь оставленной, изгнанной и отверженной, именно там она произнесла вот эти драгоценные слова «Ты Бог, видящий меня». Именно когда Иосиф проходил страдания, предательство, отверженность своих родных, близких, друзей, когда его честного, порядочного парня, потом уже не только родные, но и люди, которым он служил, его предавали, его отвергали, его, но Бог видел его везде. Везде, где мы читаем, был Иосиф, Бог был с ним. Это единственное было условие, почему Иосиф смог выстоять, пройти все эти трудности, испытания. Библия говорит, Бог был с ним. Бог видел его, когда его в ров бросали, Бог видел его, когда жена Патифара к нему приставала, Бог видел его, когда его в темнице о нем забыли, он добрый дел, а его забывали, отвергали, но Бог его видел. Есть такой очень важный момент, когда уже женщины пришли к гробу Иисуса, когда Иисус воскрес, и ангелы говорили этим женщинам, идите в Галилею, помните, он будет вас там ждать. И очень важный момент, скажите ученикам, и говорит, и Петру. Иисус видел не просто всех учеников, он видел особенно Петра, который говорил, Господь, я за Тебя туда, я за Тебя то, я для Тебя это, и пятое, и десятое, но ослабил, предал, не сдержал Словом, он видел вот эту потерянность, поддавленность, разочарование Петра, его томление, его боль, его переживание, Иисус не сказал, пусть все приходят, но Он говорит, Петр, лично и Тебе, приди. Бог видел его состояние сердца, Бог видел то, что переживал Илья в тот момент, именно там, где он был один, совершенно один, он приходит туда, к нему, он находит его, где бы мы ни были, что бы с нами ни происходило, абсолютно любые ситуации, переживания, томления, все, что могло бы произойти в нашей жизни, Бог видит каждого из нас, Он видит, когда мы на горе, когда мы славим, когда у нас все хорошо, Он видит, когда мы низко в долине, плачем, когда смертная, долина смертной тени, Он видит, Он видит, и очень важно это понимать, осознавать, Бог видит меня сейчас, в моем состоянии, там, где я нахожусь. Второй момент, Бог заботится о тебе, казалось бы, такие элементарные вещи, когда ангел, да, говорил с Ильей, мы читаем, в шестом стихе, Духеля видит, лепешка, вода, ангел ему говорит, поешь, тебе еще далеко идти, поешь, казалось бы, такие простые вещи, но мы должны понимать, мы должны видеть, Божью заботу в нашей жизни, особенно, когда нам кажется, что мы всеми оставлены, и наше дело абсолютно никому не важно. Когда, я помню, мои родители когда-то говорили, отец, он прошел, он был подростком, когда была Вторая мировая война, и он говорит, самое страшное, главное, чтобы не было войны, потому что у нее в понимании, в сознании, это голод, это трудные, тяжелые времена. Моя теща, жена моей, мама, всегда, когда вставала со стола, она кусок хлеба, который не доедала, ложила в карман, мы говорим, ты зачем? У нас есть целая буханка хлеба, она помнит времена голода, и вот это оставило отпечаток, знаете, в ее жизни. И когда сейчас пришла война к нам, сейчас в наше время, я недавно прочитал одну из таких целей российской, российского правительства было, чтобы и создать искусственный голод в нашей стране. И я думаю, помним эти, да, первые дни, когда пустые магазины, я помню, я зашел в магазин один, в АТБ, у нас там, я никогда такого не видел, я тогда понял смысл вот этой пословицы шаром покати, по прилавкам, я глянул, они пустые, можно шарик толкнуть, и он в другой конец прокотится. Но как Бог открыл тогда источники свои? Какие Бог возможности открыл для нашей страны? Мы даже, мы думали, вот те нам, по-моему, от ту, но Бог открыл совершенно такие источники, о которых мы не знали, мы не предполагали, и оно как вода потекло, мы не голодны, война страшная сегодня происходит, у нас много потерь, много разрушений, много всего, но мы видим, как хлеб, как вода, всегда есть в нашем столе, и мы не можем сказать, что мы в чем-то нуждаемся, и очень важно понимать, что, казалось бы, такие простые, обычные вещи, но через них проявляется Господь. Я помню, я иногда детям своим рассказывал про наши 90-е годы, я до сих пор не понимаю, как мы выжили тогда, но мы живые, мы здоровые, была проблема с финансами, с работой, с едой, со всем, но мы, слава Богу, я думаю, многие здесь прошли 90-е годы, и помнят эти времена, когда, да, ну, не знаю, у нас был такой, черный рынок назывался, высказываем там, по блату, что-то там где-то договорится, купоны вот эти никому не нужны, но тем не менее, мы живы, здоровы, и мы на этом месте. Такой момент, когда Иисус, помните, в 21 главе Иоанна Леотиана, мы читаем, Петр говорит, я иду ловить рыбу, разочарованный, подавленный, ученики, друзья, его ученики Иисуса говорят, мы тоже с тобой идем, ловить рыбу, ловили целую ночь, ничего не поймали, уставшие, такие потерянные, расстроенные, где-то, наверное, немножко обозленные, вдруг слышат дети, с берега голос, как у вас там дела, есть ли у вас пища, какая пища, ни рыбы, ничего, еще уставшие, замерзшие, и что делает Иисус, Он зовет их на берег, Он сказал им, куда закинуть сети, они поймали много рыб, но когда Он позвал их на берег, они приходят, видят огонь, хлеб, рыба печется, Он говорит, поешься, Он не начал с ними говорить, как вы могли, я же вам говорил, что я умру, это произойдет со мной, но я воскресну, я же вас оставлял, я вас учил, но Он говорит, поешься, вы устали, вы замерзли, согрейтесь, наберите сил, отдохните, друзья, очень важно понимать, когда мы проходим какие-то испытания, какие-то трудности, что Бог всегда очень близко и заботится о каждой нужде нашей, не всегда мы это замечаем, не всегда мы это хотим согласиться и принять, что это Бог, легче сказать, случайность, встретил случайно того, встретил случайно этого, как-то так произошло, я, может быть, когда-то будет время, когда поделюсь свидетельствами, как мы строили дом, у меня не было денег строить дом, а когда нам надо было пробить скважину, мне приносили финансы, я не знал, откуда они, когда я стоял в магазине, и я не знал, как купить утеплитель, а мне дают финансы, именно копейка в копейку, чтобы купить утеплитель, я стою и говорю, Господь, это Ты, у нас много такого, мы дом построили, по Божьей благодати, вот как есть, слово в слово, у нас не было возможности за что строить, и очень важно только понимать и замечать это, Бог заботится всегда о нас. Третий момент, у Него всегда есть слово для каждого из нас. В то время, когда мы читаем, Илья уже говорил, Господи, я хочу умереть, он уже как приготовил, все, себе конец предписал, уже свою миссию закончил, но мы читаем в 15 стихе, Бог говорит, пойди туда и туда, там еще нужно тебе в царя того помадать, того в царя, того в пророка. Мы читаем о том, что когда Илья готовился уже к концу, Бог говорит, Илья, это еще не все, у меня есть планы для тебя, у меня есть цели для тебя, у меня есть служение для тебя, у меня есть слово, которое ободрит тебя, которое вдохновит тебя, и которым ты должен поделиться еще с тем, и с тем, и с тем, у Бога всегда есть слово, откровение, слово наставление, слово вдохновение, слово, которое поднимет, исцелит и благословит нас. Когда мы даже себе приговор предписали, когда мы сказали, все, у меня ничего не получится, а Бог говорит, вставай и иди дальше, ты еще должен то, 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 то сделать. И помните, когда мы читаем эту историю, что самое интересное, в 19 главе Бог вообще ни разу не упоминает о Елизавеле, как она не трепехалась, как она там не выходила из себя, я тебе то, 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 а Бог как бы полностью игнор для нее, она его не интересует, у него есть его человек, у него есть его слуга, служитель, его верный человек, который так много верно, преданно служил ему, и он пришел к нему, чтобы укрепить, поддержать и говорить лично с ним. Когда, такой интересный момент, также за Петра, помните, когда Иисус отозвал его в сторону, говорит, Петр, любишь ли ты меня? Петр, да, Господь, люблю. Петр, любишь ли ты меня? Люблю тебя, Господь. А Иисус говорит, Петр, любишь ли ты меня? Петр где-то, наверное, осознал, вот это все то, что было в этот момент, но Иисус не упрекнул его, Иисус не начал обличать его, знаете, как-то давить, угнетать, Петр, как ты мог, как тебе не стыдно, Петр, что другие сказать, ты же был авторитетом таким, но Иисус говорит ему, Петр, я верю в тебя, спаси ангцем моих, я по-прежнему доверяю тебе. Бог говорит, или я по-прежнему доверяю тебе, иди, того помашь, пророк, иди того царя помашь, сделай то и то и то. Нам очень важно понимать, что Бог очень близко к нам в эти моменты, и Господь говорит, мои планы, они далеко не ваши планы, мои цели, мои намерения, для каждого из вас, это будущность, это надежда и благость. Это то, что Бог имеет в планах, намерения для каждого своего верного, для того, кто верит и доверяет Ему. Мы себе строим планы свои, да, что, как только у меня друг у нас есть, как только у него температура маленькая, он уже со всеми прощается. Но у Бога другие планы, и уже сколько лет, десятками лет он уже прощается, но сейчас уже даже в Америке. Но, знаете, у Бога другие часто планы. Когда мы уже себе говорим все, а Бог говорит еще нужно и то, и то, и то. Он верит в нас, Он поднимает нас, и Он дальше ведет нас. У Него всегда есть, что сказать нам, всегда есть, чем вдохновить и благословить нас. Четвертый такой момент, стих 18, Илья говорит, Господи, я остался один. Иногда нам кажется, что все в своей беде, в своей трудностях, в своих страданиях мы одни, никому не нужны, никому до нас дело, у всех жизнь бурлит, а у меня все. Но Бог говорит, Илья, еще 7 тысяч таких, как ты, ты их просто не видишь, ты их просто не знаешь, но они есть. И они такие же, как ты, верные, преданные, и они не преклонились предвалам, и они посвященные людям. Очень важно понимать, для этого есть церковь, для этого есть общение, для этого есть мы друг у друга, чтобы когда трудно, когда тяжело, когда больно, когда мы упали, когда предали, когда действительно очень больно, тяжело. Когда долина такая низкая и глубокая, нужно понимать, осознавать, для этого есть мы друг друга, для этого есть церковь, для этого мы есть братья и сестры друг у друга. Когда началась война, все в стране нашей закрылось. Все заведения, все бары, рестораны, все, где было весело, где жить, бурлило, кипело, все закрылось. Двери церкви были открыты. Я помню к нам, когда у нас буквально перед войной многие люди жаловались. Вот ваша печка, а мы торфом и углем отапливали до молитвы. Вот ваш дым, нам воняет наши окна. Сделайте что-нибудь, перестаньте топить, перестаньте не пользоваться. Но когда загремело, когда прилетело, когда начало трясти, они первые эти люди прибежали в церковь. И первые в церкви у нас в то время, первое время, несколько месяцев, где-то до двухсот человек жили, спали, ночевали, их кормили, о них заботились, и для них были всегда открыты. Двери церкви в любое время, двери наших сердец, друг для друга, всегда открыты. И Бог говорит, ты не один. Есть еще те, которые такие, какие-то верные, посвященные, искренне. Пусть Бог благословит нас. Цените этим. Это очень ценно, очень важно. Я думаю, мы в это время особенно поняли, как важно иметь поддержку друг от друга. И последний, такой пятый момент. Он всегда ведет нас в свое присутствие. Он всегда ведет нас к себе в этих обстоятельствах, в этих ситуациях. Илью, мы читаем в восьмом стихе, Бог привел на Божьей горе Хариф. Именно там, на Божьей горе Хариф, Илья пережил Божье исцеление, Божье обновление, Божье прикосновение. Может быть, не так, как Илья себе это предполагал. Ни гром, ни ветер, ни сотрясение, ни какие-то такие большие, сильные такие действия. Простое, тихое прикосновение. Бог говорит, Илья, что это здесь? Он говорит, Господь, я ревную по Тебе. Когда мы в Божьем присутствии, мы тогда думаем по-другому. Мы тогда видим по-другому. Мы тогда сознаем, насколько мы нуждаемся в Нем, и насколько Он дорог и ценен для нас. Именно в Божьем присутствии мы понимаем, что мы греховны, мы слабы, мы очень подвержены каким-то влиянием. Но в Нем мы сильны, в Нем мы обогащены, в Нем, благодаря вере в Него мы получаем прощение грехов. Через веру в Иисуса Христа Библия говорит, мы получаем прощение и оправдание от грехов наших. И это возможно только лишь присутствия Божьем. Именно поэтому, когда нам трудно, когда нам тяжело, мы как бы припадаем к Его ногам, мы припадаем к Нему, там, где Он. И Он нас приближает через это очень часто к себе. Когда мы читаем 83-й псалом, 6-й стих говорит, проходя долину и плача, они открывают неисточники. Очень важно проходить долины, каких-то испытаний, потрясений, не сломаться, не роптать, не бунтовать, не бросить, не умереть в долине, но открыть источник. И там дальше говорится и дождь, наполнить ее водой, эту долину. Бог пошлет дождь, и вода потечет. Но очень важно открыть что-то новое, новые отношения, новые какие-то переживания, увидеть, что действительно в этот момент Бог видел меня, Бог заботится обо мне, Бог говорил со мной, Бог ведет меня, Бог близко со мной, и я не один. И Он приближает меня к себе. Не для того, да, недавно я услышал такое выражение, неужели, ну, как вообще, да, за все благодарите? Если я заболел, что мне благодарить? За болезнь? Нет. Благодарить за то, что в болезни Бог с тобой. Не за то, что плохое случилось, а за то, что в этом плохом Бог очень близко и очень рядом. Илья, когда это увидел, и он пошел дальше служить Богу. Друзья, пусть наше сердце сегодня будет наполнено вот этими переживаниями, простые такие вещи, но они такие ценные, такие важные для нас, когда мы нуждаемся в поддержке в таком Божьем близости, в Божьем откровении, когда Бог очень близко, когда Его забота, Его внимание, Его время, Его слово направлено для нас и, выходя из долины этой, мы увидим Божью благость, мы увидим Божье благословение. Слово Божье, послание Криллема говорит, что, примирившись с Богом, мы получили две очень важные вещи. Это мир с Богом и Божья благодать, в которой мы стоим и хвалимся. Именно это Божья благодать помогает нам проходить в трудностях, испытаниях и получать надежду, приобретать опытность, приобретать терпение и, как результат, это твердая и уверенная надежда. И последнее место Писания, которым я хотел бы закончить, в своей проповеди, все это мы преодолеваем с силой возлюбившего нас Господа Иисуса Христа. И давайте поднимемся на наши ноги. Я хотел бы, чтобы мы помолились, возможно у нас все хорошо, с нами все в порядке, чтобы Бог укрепил, утвердил нашу веру. А возможно кто-то, как Илья сейчас, потерянный, разбитый, подавленный, чтобы Господь сегодня исцелил и обновил ваши сердца, ваши жизни, ваши судьбы. Пусть Бог благословит. Отец, своими Иисусом мы приходим к Тебе, мы благословляем имя Твое. Господь, мы благодарны Тебе, что во всякие времена, времена, когда мы радуемся, когда мы торжествуем, когда мы радуемся Твоей близости, Твоим, Господи, победам, Твоим успехам. Господи, это чудесное время. И также, Господь, когда у нас трудности, когда мы разбиты, расставлены, когда, может быть, мы предали Тебя, когда мы, может быть, Господи, не сделали то, что Ты доверил нам, Господь. Но Ты по-прежнему любишь нас, Ты по-прежнему ведешь нас к себе. Я прошу Тебя, Господь, укрепи нашу веру. Благослови нас, Господи, быть верными, сильными и крепкими в Тебе, Господь. А тех людей, которые нуждаются в Твоем исцелении, в Твоем обновлении, в Твоем, Господи, освобождении, пусть каждый сегодня это переживет. Насколько близко Ты, Господь, особенно, когда мы проходим пустыни, Господи, пусть каждый из нас, проходя пустыню, плачет, пустыню смертной тени, откроет новые источники. И мы увидим, как Твоя вода, Твой дождь, Твои потоки наполнят нашу жизнь Твоим благословением. Да будет Твоим имя, Господь, благословенно. Мы благодарим Тебя и славу Тебе воздаем. Отец и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok